Скучать на улице представителям прессы не пришлось. Вместе с журналистами в Киров приехали несколько сотен активистов и представители разных политических партий. Возле здания суда сегодня было организовано два митинга. На разных сторонах улицы Спасской собрались как сторонники, так и противники известного блогера и оппозиционера. О том, как это было, Дмитрий Житарчук. Первыми свой митинг около здания суда организовали сторонники Алексея Навального. В 8 утра, еще до приезда подсудимого, у театра кукол собралось по разным подсчетам от 100 до 200 человек. Поддержать Навального приехали как политики из Москвы, так и активисты из Кирова и других регионов. Лично я его не знаю, но я считаю, что дело против него – это чистый политический заказ, который со временем может быть каждому из нас принятым. Своё отношение к громкому судебному процессу здесь мог высказать любой желающий. Организаторы поочередно передавали микрофон участникам митинга. Мы не будем сидеть сложа руки. Мы этого терпеть не будем. Мы костями ляжем. Если надо, мы весь земной шар обогнем, но Алексея не отдадим. Как правило, заканчивались такие речи общими кричалками в поддержку Навального. Мы вас не отдадим! Мы вас не отдадим! Мы вас не отдадим! Мы против Навального! Мы против Навального! В это время на противоположной стороне улицы с Паской у главпочтанта свои плакаты развернули противники Алексея Навального. Приезджих среди них практически не было. Против коррупции и воровства высказывались горожане. Просто пришла выразить позицию жителей Кирова против коррупции, против разорвания их денег. Численное преимущество было у сторонников подсудимого. Тех, кто против, было не более 20 человек. Но были они не менее активны. Также скандировали лозунги и высказывали свою позицию относительно судебного процесса. В том числе и в адрес сторонников Навального. Они хотят расшатать здесь ситуацию, чтобы народ вышел на улицу. Но люди здесь более-менее спокойные. Вчера разговаривал с одним корреспондентом. Он говорит, Москва действительно политизированный город. Здесь же люди приходят с 8 утра на работу, в 6 часов, в 5 часов вечера уходят домой. Оба митинга длились час. Именно на такое время городские власти выдали разрешение. Однако расходиться митингующие по обе стороны с Паской не торопились и простояли на улице до тех пор, пока здание суда не покинули все участники процесса. Дмитрий Житарчук, Александр Бызгалов, Бюро новостей Давича.